рыбакит папа рисует доброе утро друзья меня зовут ваня сегодня мы рисуем турбозавров на турбозавра я рисую обычно на канале рыбакит но сегодня мы вместе на турбозавр рисуем и делаем поделку сегодня поэтапно для работы нам понадобится турбозавр хорошее настроение краски восковой мелок если он у тебя есть если нет то бери какой-то другой фломастер примеру и будем рисовать турбозавр и раскрашен кисточка понадобится в описании к ролику есть у нас дополнительные материалы мы будем рисовать вот такого турбозавра он очень классный я уверен что он тебе понравится это будет игрушка настоящая игрушка так что прям участвую и рисуй с нами его сейчас получится сделать он называется трак превращается из динозавров турбозавра и если он у тебя есть в описании ссылка ты можешь распечатать и раскрасить а потом вырезать но сегодня мы будем просто рисовать я сейчас рисую так если у тебя нету просто его ты можешь просто со мной рисовать а потом мы его вырежем и у нас будет турбозавр классный так что у нас есть из чего состоит наш тракт вот он турбозавр он на самом деле добрый такой как маленький годзилла а теперь он превращается вот в такого автопогрудь что мы сделаем мы будем рисовать именно робота мне очень нравится робот мы его также в таком по в таком виде и нарисуем что мы нарисуем начале нарисуем сначала ему квадратик это будет тело его небольшой квадратик посередине кружок чтобы тебе было легче квадратик кружок следующий этап цепь голову самые большие моменты сразу рисуем самые большие объемы голова у него такая куак-куак-куак на коробку похоже поэтому мы рисуем прямоугольник и вниз спускаем здесь он немножко закруглен и в эту сторону сюда идем и сюда получается коробка на куак-куак-куак-куак показываешь тут и было понятно нарисовали ротик нарисуем ротик ротик бутербродик вот такой у нас получился уже голова похож неприцаем ноги и руки ноги большие нужно нарисовать таз или элементы крепления нижних шасси нижних шести так это мы нарисовали а теперь ножище я их буду говорить ножище называть потому что это действительно ножище они вот такие две маленькие а потом две большие такие две большие ножище две ножище отлично 22 если не успеваешь что ставь на паузу если ты не в прямом уфе рисуешь то есть просто запись и ты можешь рисовать также ставить на паузу и догонять меня нарисовали теперь руки руки в сторону вот такая рука и вот такая рука в сторону две руки они у него сгибаются как у братина раз-два раз-два на шарнирах и мы эти шарниры нарисуем давай нарисуем шарниры кружочки кружочки чтобы было понятно как они сгибаются перерисуем вниз полосочки две полосочки почему потому что у него у рук есть такие вот толщины и хваталки клещи бы тоже нарисуем хваталки я буду называть хваталки две хваталки полоски большие полоски можно сказать манипуляторы и теперь сами клещи которые манипулируют конечно же большие стопы можно назвать их ботинками но все-таки это стопы чтобы отходил топ 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 шею и глаза глаза у него большие он добрый всегда помогает эти катя и глазки мы нарисовали вот такой у нас турбозавр теперь мы его раскрасим а после вырежем берем кисточку кисточка лучше использовать акварель и круглую кисточку и посмотрим на цвет нашего робота какой серый желтый и оранжевый возьмем серый желтый оранжевый сначала возьмем я думаю желтый вот так желтый здесь наш робот подвинется краска будет лежать я тоже хочу с вами раскрашивать то посиди помоги какого цвета голова желтого раскрашиваем желтым не боимся что зайдет за края мы стараемся учимся и у нас все получается а если немножко зайдем не останавливаемся продолжаем вот здесь вот желтеньким глазки дальше каким цветом ручку желтеньким 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 и вот эту подставочку жутки макаем желтый цвет и раскрашиваем 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 если кисточка плохо красит мак не ее воду а потом в краску и она опять будет хорошо краску отлично дальше тело каким цветом тело серым серым правильно так что у нас желтым не будем желтым красить мы красим ножки стопы большие ботинки или же хваталки и вот такой желтый следующий цвет который мы возьмем это это оранжевый оранжевый цвет он нам поможет немножко сделает нашего робота нашего трака более насыщенным немножко пизде добавим оранжевый вот такие полосочки он будет ярко гореть оранжевым оранжевый очень приятный цвет апельсиновый и пахнет немножко новым годом смываем кисточку и берем последний цвет это серый цвет так где мой серый цвет у нас на самом деле мы возьмем черно-серый цвет мы возьмем черно будет размываться и получается у нас серый будет вот так нарисуем красим и получается тело ровным слоем ровным слоем стараемся не заходить за края теперь вот эту вот часть где ноги крепятся хваталки хваталки серые здесь шарниры я буду называть их шарниры серые хваталки серые и я думаю все готово мы супер с тобой справились у нас получился супер робот давай из него сделаем игрушку это немножко сложнее но мама может в этом помочь я так думаю если есть старший брат так старший брат тоже может помочь мы достанем этот листик возьмем ножницы и вырежем нашего робота и он превратится в настоящего робота вырезать будем так чтобы небольшие беленькие беленькие полосочки по краям оставались вот так вот вот здесь я тоже прошу родителей немножко помочь потому что не всегда вырезать робота с такими клешнями легче если у вас он распечатанный вы его просто раскрасили то подождите когда он высохнет вот так я его вырезаю 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 получается у нас рука руку я вырезал следующее следующее сюда сюда продолжаем вырезать теперь голова я кручу и стараюсь вырезать аккуратно кручу кручу верчу сейчас мне хочется конечно же поиграть моему робота чтобы он кого-то спас посмотрим как он у нас получится уже голова почти закончена шея немножко тонковата и в этом в этой части он может рваться но давайте попробуем клешня можно назвать рука можно клешня назвать вырезаем последнюю конечность так еще немножко и ноги я тоже вырезал получился робот мне хочется ноги его разрезать чтобы они тоже в него ходили я родителям советую если вы это делаете игрушку для детей которые они смогут играть могут играть то обязательно ноги тоже сделайте так что есть еще у него такого первых клешни у него здесь дырочки я их тоже вырежу я думаю это возможно раз-два загнуть и вырезать получается робот сейчас мы посмотрим что получилось такой робот у нас получился и это тор ну нет это не тор это трак если пишут этот рак его зовут рак вот такого мы делаем он сейчас подсохнет и мы сможем с той стороны тоже раскрасить его если у тебя есть желание то с этой стороны его тоже можешь раскрасить положить его вот так вот нарисовать остальные детали и у тебя будет полноценная картинка здесь тоже самое все повторить только со спины вот здесь все повторяется только со спины в этой части здесь могут родители помочь уже потому что ну ку ребенок уже сделала одну часть и ему второй раз робот рисовать довольно сложновато или это будет утомительно но на самом деле это не сложно мы рисуем такого же робота Только со спины Вот он, он такой получается Вот такой А здесь его надо со спины нарисовать Такой вот, со спины Здесь нету у него Тела А здесь какой-то, например, спина Так, что есть Поворачиваем Получается робот Здесь разворачиваем, красим тоже По возможности, я это делаю Потому что потом играют мои дети В эти рисунки В эти поделки И это очень легко Интересно Мне самому это просто интересно И это такие настоящие поделки Которые надолго могут сохраниться Потому что бумажка вроде бы рвется Но ее можно, например, скотчем склеить Сохранить на какое-то время И ребята будут долго играть Мне, по крайней мере, хватает таких рисунков Таких вот поделок на долгие времена К примеру, на полгода Можно прям играть И такие поделки Интересно делать в следующем Потому что турбозавров много Можно сделать и в следующем Посмотрим, что получилось Кладем кисточку Получилось ли на моего турбозавра похоже? Давайте посмотрим Разворачиваем Получилось настоящий турбозавр Он может поднять руки Помочь Он может ходить Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ Сейчас показываю, как он ходит Убираю Отлично видно это на сером фоне Смотрите Во-первых, он поднимает и опускает руки Он может нагибать голову Он может ходить Топ-топ-топ-топ-топ-топ Он может разворачиваться И уходить А может приходить Это настоящая игрушка Я ее называю подделка Которая Которая поможет играть В свободное время И можно сделать следующих турбозавров Если вам хочется Ссылка в описании Там вы можете найти, раскрасить Вырезать У вас получатся такие вот рисунки Подписывайтесь на турбозавры На канал в ютубе и в вк Обязательно Ссылка в описании Трансляции проходят по субботам В субботу проходит сегодня Трансляция И она проходит до 12 Именно в вк вы можете комментировать Я читаю ваши комментарии Что это тракт Да, напишут, что это тракт Пишите здесь Я вас читаю Если вы смотрите этот ролик Сейчас или трансляцию на ютубе То приходите в вк Там может что-то написать Я вижу, что многие смотрят На моем канале рыбаки Тоже очень приятно Спасибо, что посмотрите Сегодня порисую Если вам понравится Если будет много откликов Вероятно, я буду продолжать И с вами все больше и больше По субботам встречаться Так, трак закончен И следующий этап у нас Следующий этап Просто суперский Дальше мы будем делать Такие простые рисуночки Сейчас, через минуту начнем Они будут связаны С геометрией Тоже для малышей Которые, я думаю Вы тоже справитесь Такая разминка Потому что сейчас был Сложный рисунок Довольно большого робота Нарисовали Классного, да Будет сейчас попроще Но тоже интересно Особенно для малышей Которые вот хотят Чего-то попробовать И как раз для них Я приготовил такое задание Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok